КИКЕРТ Всем привет, друзья! Сегодня мы поближе познакомимся с игроком нашего нового КС-состава. Это Кикерт. Привет! Привет! Я себя объявляла первый раз на сцену, когда был адреналин в Москве. Да. Это сколько лет прошло? То есть уже давно это было? Это где-то было полтора года назад. С тех пор прям очень много поменялось. И у вас, как у состава с ребятами, были такие качели, то в этом играли на тир-один уровне, то вообще никуда не отбирались. Но остается неизменным одна вещь. Ты, Бустер и Джейми, вы втроем всегда вместе. Что бы ни случилось, у вас только два чувака меняются, вы остаетесь. Как так сложилось? Ну, на самом деле мы не втроем вместе. На самом деле с самого... До стан еще. Да, до стан еще. И с самого изначального состава остался только я. То есть когда все это зародилось, там, авангард, там, сама организация, то, что киберспорт, буткемп, это зародилось вообще с меня, там, с Кризона, там еще были какие-то ребята. И в конце концов я остался тут как самый такой старичок, выживший ветеран. Но именно там состава авангара, да, держался я, Бустер, Джейм и до стан. И, ну, не знаю, как-то варьировались, меняли игроков, что-то не получалось, что-то получалось, были хорошие, не были плохие. И как-то так вот остались наши, да, золотая четверка. Ну, вот смотри, про Адрена очень много было интервью, про его присоединение к вашему составу. Гораздо меньше я видела про Санджа. Как он вписался в вашу команду, с учетом того, что он тоже как бы не давно с вами играет? Поначалу мы просто заходили на Шо ТВ, там, смотрели игроков, типа, кого мы выберем, там, и никого не могли найти, и нам дали вот такой вариант Санджа, допустим. Если существует Санджа, он прошел в ФПЛ с Узбекистана, что практически невозможно. Это очень реально, да. Это, типа, у тебя 100 пинк, и ты играешь против чуваков, которые тебя видят на полторы секунды раньше. И мы такие, ну, он еще капитан был в своей команде в Суманах, и мы так подумали, что, ну, это хорошее приобретение. Потом мы его купили, он к нам присоединился, и, да, не было какого-то хайпа, потому что Санджа сам по себе такой скромный парень, ну, с Узбекистана. И вот как-то так сыгрались, там, прошли финал Мажора, хорошо выступили, выиграли Бласт, и сейчас вот находимся в Вертус-Про. Как вам, Троим, именно вот я все-таки вернусь к Троице, как вам, Троим, удается сохранять вот эту вот синергию? Я думаю, у нас именно синергия в игровых стилях, видение, и поэтому, мне кажется, мы всегда остаемся, вот, даже над нами наше прошлое руководство угорало, то, что, типа, мы клан, типа, у нас какой-то свой клан, который, типа, никого не подпускает к Сену, это неправда, мы там, ну, нормально с ребятами так же общаемся, просто мы остались так втроем, и как-то так зародилось, что втроем мы всегда вместе играем. Короче, я спрашивала Жека уже об этом вот в вашем единении, что в этом такого особенного? Он мне говорил, что вы как-то так по темпераменту друг другу подходите, вы все-таки спокойно друг друга не бесите, не раздражаете, и вот поэтому, возможно, у вас такое вот все крепенькое. Ты как считаешь? Ну, в первую очередь, да, это влияет, но мне кажется, по собственному опыту я могу сказать, что мы плюс-минус, слишком сильные индивидуальные игроки, наверное, поэтому нас не затрагивало никогда эти замены, какие-то проблемы, и всегда мы, допустим, отыгрывали стабильно, и как-то так получалось, что типа без одного какого-то игрока из этой тройки могло что-то там не получиться, поэтому мы всегда оставались втроем и всегда старались найти этих плюс-два, которые подойдут нашему составу, и в конце концов вот нашли. Ну и смотри, так радужно вы все про это рассказываете, но по-любому же за все это время были у вас какие-то моменты сложные, когда были претензии, не знаю, послематчевый разбор какой-то суперэмоциональный, там ругань, скандалы, не знаю, что-то же было. Ну, это всегда есть ругань, скандалы, но честно, честно, вот именно нас троих это редко, когда задевало, и не было что-то такого, чтобы типа, ну, блин, кто-то там общался на матах, кто-то подрался. У нас всегда это было спокойно, мы обсуждали это плюс-минус, ну, конструктивно. Ну, была какая-то ругань там, допустим, за какое-то неправильное решение, действие, за то, что там кто-то не выспался, кто-то заболел, кто-то безответственно отнесся, но могу сказать, что за всю историю «Ангара» не было какого-то прям шока, как кто-то там проспал какой-то официальный матч, там, не знаю, забухал, и все. Всегда было все нормально, и прям именно ругань, и какого-то шока не было. Нет ли такого, что вы, ребята, которым там 20, 21 год, молодые, играете с человеком, которому 29, и с ним, возможно, вы не можете там что-то как-то ему сказать откровенно, да, там где-то ему сказать, что он не прав, потому что он давит своим авторитетом тем, что он старше. Есть такое? Ну, конечно, есть такое то, что он старше, и лишний раз порой не хочется там иметь какой-то скандал, но я не считаю, что там кто-то чего-то боится сказать. У нас все так происходит конструктивно, типа, нет такого, что, допустим, ты хотел заматериться, типа, такой человек, ты заруинил нам раунд, нет, мы просто там пересматриваем игру, говорим, что ты тут неправильно сделал, неправильно, если кто-то не соглашается, мы ведем с ним беседу, там, доводим аргументы, говорим, что как лучше было сделать, и в конце концов мы приходим, типа, к идеальному решению, и мы так лучше приходим к правильному действию, а чтобы там Адрену кто-то боялся сказать из-за того, что там ему тридцатка или двадцать девять, уже не знаю сколько, за то, что он там старый, нет, такого нет, мы все себя чувствуем там равными, и поэтому с этим нет никогда проблем, чтобы кто-то чего-то боялся сказать кому-то. Ну, то есть он надвижен вообще, он шарит ваш молодежный вот этот девчонок? Конечно, он с нами, он даже не такой старый, я даже не чувствую то, что ему там двадцать девять, конечно, мы его уважаем из-за того, что он старше нас, но чтобы это как-то в игре отражалось, чтобы кто-то что-то боялся сказать, нет, мы все на одной волне. Пара слов о наших партнерах. Не забывайте, что Parimatch дают бонус для всех болельщиков ВП. Переходите по ссылке в первом закрепленном комментарии, и получайте специальное предложение для фанатов Virtus.pro, а именно страховку первой ставки. И не забудьте скачать приложение после регистрации. И помните, вы ничем не рискуете, а победа, она совсем близко. Возвращаясь к Санджику, в марте он к вам присоединился. Вы тогда почувствовали на Рио-де-Жанейро, что вы можете там биться с тир-1 соперниками, и вы готовы рвать и метать? Или когда уже пришел Дауренчик? Ну, на самом деле, до этого мы очень много проигрывали до Рио, и когда мы выиграли Рио, потом мы выиграли после этого еще один турнир на Украине, и тогда мы вот начали чувствовать, что да, мы можем, мы можем уже соревноваться, выигрывать чемпионат. Ну, мы и до этого этого чувствовали, но было чувство, что чего-то не хватает. Когда к нам появился Санджи, да, уже было больше уверенности, а когда дошел к нам Адрен, все, мы почувствовали, что все, мы укомплектованный состав, у нас есть опыт, стрельба, индивидуалка, лидеры в команде, и все. Типа, этого хватит, чтобы минимум попасть в финал мажора. По крайней мере, это было в голове, это, конечно, не было, типа, прям суперуверенность, типа, это было в голове то, что это, это выполняемо. Даже выиграть мажор, типа, каждая команда сейчас может выиграть, это было в голове, а потом мы просто доказали это на деле. Как тебе вообще новость о том, что мажор будет проходить в Рио в следующем году? Ну, новость офигенная, но то, что лететь туда 10 часов не совсем радует. Слушай, ну, зато это будет проходить на Олимпийском стадионе, насколько я знаю, да? Ну, я сам не знаю. Я знаю, что это просто Рио, но мне самому понравилось Рио, это даже такая атмосфера будет с какого-то там дримхака, на котором мы там участвовали, и будет офигенно то, что мы ни разу не проигрывали там ивент в Рио, и будет такая атмосфера хорошая. И не проиграем ни разу в Рио. Все, договорились, хорошо. Сейчас такое время, когда все подводят свои личные итоги года, как-то все суммируют, у тебя очень много в этом году произошло всего, изменений всяческих и результатов. Подведите свой личный итог. Ну, у меня уже до этого спрашивали, типа, доволен ли я нашими результатами в конце года. Недоволен. Ну, я могу подсуммировать то, что я доволен где-то в плане выигрыша ивентов, в плане наших выступлений, ну, на процентов, типа, 60-70. Это если брать, учитывая все, в общем, что произошло в этом году, для меня, типа, появилась девушка, сменилась организация. Я считаю, что все это очень круто. И я бы сказал, где-то, ну, на 80-90 процентов я доволен годом. Само собой, поводов для гордости у тебя в этом году очень много. Тебе есть действительно за что себя похвалить, но, может быть, тебе есть за что себя поругать. Чем ты недоволен? Поругать именно? Да. Чего-то определенного нет. Ну, может, из-за того, что редко ездил к семье, ну, это из-за того, что просто банально у меня нет времени, большой график работы и не виделся с друзьями. А так, в плане индивидуально, за всю игру, за которую игру мы построили, что мы сделали, проявились команды, я доволен. Смотри, с вашим приходом в Virtus.pro так получается, что я тоже возвращаюсь в Counter-Strike, потому что долгое время мы не работали в плане медиа с кейсерами. Собственно, я на какое-то время выпала из этой дисциплины, и что я заметила, когда сейчас я возвращаюсь вот в эту работу? Очень сильно выросла СНГ-сцена в плане Counter-Strike, вот с тех пор, когда я работала плотно в контре. Как ты думаешь, почему появилось столько сильных конкурентов у вас в СНГ-секторе? Я не думаю, что это, в принципе, относится к СНГ, потому что КС растет, сейчас происходит очень много турниров, проводятся очень огромные прайс-пулы. Я думаю, это все происходит из-за того, что меньшие команды постепенно развиваются. Если раньше, допустим, не было там какого-то идеального стиля КС, то сейчас он начинает все более появляться, 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 и из-за этого все начинают смотреть игры. И что из СНГ, что в других регионах все начинают, типа, просто самоулучшаться прям до невероятного масштаба. И так получается, что конкуренция с каждым разом становится все больше и больше, как я говорил. Мне еще кажется, что как-то извне стали популяризировать больше эту дисциплину, и там, и в медиа, которые не связаны с киберспортом. Ну, а не думаю, что медика как-то роляет, потому что КС уже очень долгое время, и всегда тут было, что очень много молодых команд, которые сейчас, допустим, уже на высоком уровне. Вот мы приехали, допустим, 3 года назад на свой буткемп, и если мы начинали с каких-то турниров по 2 тысячи долларов, по 3 тысячи долларов, то мы уже доросли до турниров, которые идут по миллиону долларов, которые смотрят, ну, которые охватывают очень большой спектр человек. И я думаю, это все больше идет от времени, которое ты проиграл в игре. Ты мог в начале прошлого года подумать, что вот такой твой путь приведет к тебе к тому, что ты будешь частью легендарного тега? У меня было это в мыслях, но я не верил в это, потому что существовал польский состав. Я думаю, ну, зачем им выбирать, допустим, польский состав, когда у них есть своя фан-база уже, и так как-то получилось, что нас пригласили. Я реально словил шок, типа, мне очень понравилась эта новость. Я был доволен, и маме рассказал. Она тоже сшокирована была. Мама следит за контрой? Да, мама, отец, все друзья, там, бабушка, они все следят. Допустим, мои родители смотрят практически каждый мой матч. О, давай передадим привет родителям и бабушке. Всем привет! Мама, папа, привет! Ваш год в целом выглядит как квалы, 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 турниры, турниры, турниры. И вообще, по-моему, ноль перерывов. У вас же по-любому наступает присыщение игрой. Как вы с этим справляетесь? Или не наступает? Нет, она наступает каждый раз. И я бы не сказал, что мы как-то даже с этим справляемся. Все так получается, что загруженный график снова же. И мы не можем даже банально отдохнуть. Мы можем просто где-то условно даже, ну, в другом городе посидеть, не играть в CS. Но это не помогает. Нам нужен полноценный отдых. И в будущем мы решили просто как-то правильно сделать какую-то сортировку турниров, в которые мы будем играть. И более ответственно относиться к нашему игровому и внутреннему состоянию. Потому что все эти перелеты, весь этот джетлаг очень влияет на наше выступление. Ты ответил прямо как менеджер команды сейчас. Молодец! Да. Учитывая все твои пожелания от следующего года, от расписания и так далее, планов, как вы будете с этим всем графиком дальше разбираться и как-то восстанавливаться, ты какие ставишь себе цели, может быть, планки, отметки на следующий год? Ну, давай вернемся к прошлому году. В прошлом году я себе поставил определенные цели. Я даже написал у себя в айфоне заметках, что, допустим, мне нужно там поставить брекет и похудеть, там, не знаю, даже отказаться полностью от алкоголя, от автопати, там, больше играть, там, вернуть там какую-то свою игровую форму. И от всего я это плюс-минус поставил себе определенные цели. Я там где-то выполнил 80-90 процентов. Я поставил даже планку, что мы должны попасть там в топ-10, там, топ-5 типа команд мира. Ну, сейчас мы хоть и 15, но я себя реально чувствую, что, типа, честно могу сказать от себя, что уверенно, можно сказать, что мы, ну, топ-10 команды мира. Сейчас топ-10, ну, и ниже, топ-9, топ-8, топ-7, потому что там сейчас нет такого большого различия. На следующий год я решился прям не какие-то грандиозные цели поставить, там, якобы я стану лучшим игроком. Я хочу постепенно прийти к тому, что мы будем в первую очередь саморазвиваться как команда, мы станем лучше как команда. И, естественно, в индивидуальном плане, я не знаю, наверное, одна из таких каких-то громких таких заявлений, заявок. Ну, хотелось бы попасть, даже не хотелось бы попасть, я поставил себе цель попасть, типа, в топ-20 игроков в Шелтии рейтингах. Даже если не топ-20, топ-10, что-то такое, я буду над этим очень сильно работать и реально хочу показать результат. Давайте все вместе поддержим Леху в его желаниях, начинаниях, стремлениях, поболеем за него в новом году, будем болеть за него сейчас. Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы написать комментарии о нашем прекрасном парне, за что вы его любите, почему он вам так понравился. Правильно я говорю, да? Правильно. Ты можешь добавить от себя что-то для наших болельщиков. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что за нас болеете, топите за нас, поддерживаете, потому что, допустим, сейчас мы проиграли Эпицентр, не очень хорошо себя показали, я хотел извиниться перед всеми вами за это, я извинился уже в Инстаграме, и честно, до этого мне могло написать там 60% негативных комментариев и 40% позитивных, но в этот раз нас прям поддержали, написал где-то 95% позитивных, и всего же там где-то было 4 плохих комментария, я хочу вам сказать огромное за это спасибо, болейте за нас. И будьте здоровы! Жмите колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.